Прошли праздники. 10 мая. Как всегда, только один день не в деревне 9-го. Дань моде пройтись по улицам. Ростальгия, что когда-то там была музыка, гремела, а сейчас только в одном месте. Звезд уже не было в этот раз. Дети пели, но их так слушали, так слушали, аж сердце болело, аж глаза наливали слезами. Вот это было 9 мая, со слезами на глазах. А 10-го снова в деревне. Вот она деревня. Вот видите, вот те дальние прекрасные груши, великолепные груши. Это я с улицы снимаю. Почему? А сейчас объясню. Вот это вот соседский участок. Вот видите, а груши эти садил я. Экспериментальный сад был посажен 25 лет назад. Как над ним потом не издевалась природа и люди. Это чудом выжившие деревья. Вот. Рушился забор, грызли козы. Я гонял, но не всегда успевал. Соседский родственник призял. Вот. Я чуть не до драки. Не трожься эти деревья. Нет, Константинович, ты ничего не понимаешь в садоводстве. Я уже печатался, кстати, только на того не знал. Вот. Запомни, если чем больше режешь, тем больше урожай. Я сейчас пытаюсь доказать. Каждая веточка, каждый листик ценность необыкновенная, невосполнимая. Пока бесполезна. Вот. Ну, обычно так. Есть же магазины, а там дальше я сейчас вас покажу. Там дальше вот за поворотом, затем влево там питомник. Вот. А это должен быть, назовем его, это, а как-то, витрина, да. И здесь питомник, значит, вот это витрина. Уже отсвел абрикос. Посмотрите, как он отсвел прекрасно. Урожай. Если бы плоды не завязались, если бы там не были плодики, он бы все бы уже осыпалось. Видите? Вы не увидите ни одного цветочка. О! Цветочек. Два цветочка. И сотни цветочков вот тут. Видели, да? Вот. Персик живой? Живой. Ну, цветет позже. Вот. Волочная вишня. Каждый год несколько ведер собираем с нее. Вот посадил я прямо на этот. Вот. Видите, что было? Вот примерно вот такой же был гравий. Почему? Откуда он взялся? А чего-то знает. Наверное, когда там рыли яму, то есть погреб. А там же гравий с полуметра и еще много-много метров. Ну, и, скорее всего, здесь была куча гравий. Я прямо взял верхушку гравия и посадил. Вот. С тех пор я не знаю проблем с волочной вишней. Садил гравий, выдал, бил ямку. Ну, прикрыл корни этим самым простой землей. Просто землей. Ну, вот. Каждый год такое чудо. Вот. А где-то, я же был в Москве, на подмосковных дачах, я нашел два. Бедное, несчастное создание этих же волочной вишни. Почему не пошли? Не знаю. Вот. Слива Кубанская, Ай, пофигу. Морозы. Почему? Привита на местную. Вот. Это мой сюрприз. Догадались? Так. Дальше. Ну, догадались. Вот. У меня даже подвойные деревья представляют необыкновенную, необыкновенную ценность. Но у меня вебинар будет в понедельник. Сегодня пятница, да? Вот, кстати, через 2 дня на 3. Сейчас скажу, какой день недели. 6 плюс 7, 13. Вот. Я расскажу в том числе и об этих вишнях, сливах, которые, я считаю, подвойными, но которые вкусные настолько, что и выполняют двойную роль. Есть можно. Порастить можно. И на них привить можно. Идем дальше. Я сейчас подскажу одну вещь интересную. Вот. Вот это вот слива, которая называется никаду. Она очень похожа на чернослив, но не чернослив. Вот. Вот это вот китайка, но уже другая. Там была красно-синяя, это красно-желтая. Каждый год всегда тут так получается. Я почему показываю снаружи? У меня нет соседей-врагов. Смотрите, видите? Вишня. Ее собирают все, кому не лень. Вот здесь была еще одна, но я ее спилил. Мне надо было заниматься экспериментами. Это тоже мой участок. Я надо было заниматься экспериментами. Вот такую же вишню, вот такую огромную, я взял и полностью спилил. А пошла молодая вишня от корней, и тут у меня на ней несколько привык черешни. Но я вам уже показывал. Вот. Среди вишен тут вишневый такой, тут вишня с той стороны. А вот это вот, снова слива китайка красно-желтая. Оно не похоже ни на ту, ни на ту. А они немножко все отличаются. Вот. Подробнее я расскажу на вебинаре, что и как, и почему. И почему. А, вову, специально. Еще старшего, вон та вишня. Видите, соседский участок, вон она белая, белее. Ей уже за 40 лет. Каждый год воды. А самое интересное, я хотел показать, что вот эти плоды висят над дорогой. Ешьте, кому не жалко. У меня есть фотографии. Вот с этой вот падала. Потом она наклонится под урожаем. И здесь девчонки собирали, тоже есть фотографии. Вон там у меня дети собирали. Вон даже снаружи одна из моих вишен растет. Видите, снаружи забора. Вон она беленькая. Вот, тоже дети собирали. А я горжусь этим. Вот, все, что падает наружу, для меня это гордость. И у меня нет соседей, которых я называю, знаете как, врагами. Потому что один из наших лучших садоводов, я знаю, долго судился. А может сейчас судится. Соседями. Не отступил кто-то от забора где-то тень. А у меня получается следующее. Вот. Дружно с соседями живем. Потому что это вот все в самую дальнюю даль. Груши и сливы падают на территорию соседей. И все довольны. А я вообще очень всегда благотворю своих друзей. Одни из лучших друзей, лучших садоводов. Это Хакасия, это Савиногорск. Пригород под названием Майна. Вот. И там живут мои друзья, семья Жестовских. Сейчас открою дверь. Все равно приходится таиться. Хоть тут, хоть тут сразу трое работает. Сын работает, Железов Сергей. Невестка работает. Все равно под замком держим. Всякое бывает. И вот я почему спорил Жестовских. А вот почему. Я когда первый раз к ним попал лет 20 назад. Я попал в рай. Вот так же калитку открыл. Вы не видите здесь пусто. Толком ничего и не садил. А там получилось два абрикоса. И под ними арка. А абрикосы до 100 грамм весом. Представляете? Вот. И я с тех пор все мечту лелеял, лелеял. И буквально в прошлом году посадил однолетние саженцы. Но это не просто сорт. Это такой сорт, который всем сортом сорт. И которые плоды на Украине не влазили в трехлитровую банку. Вот возьмите в руки трехлитровую банку. Суньте туда руку в горло. Кстати, у меня кулак не проходит туда. То есть рука не проходит. Я не могу помыть только трехлитровую банку. И вот один посадил. Второй посадил. Это все оттуда с Украины. Это Петр Великий. Вот второй. И вот третий. И теперь представим себе. Они прекрасно растут. Как они поднимутся. И тут будет уже арка. И мне бы успеть в этой жизни дожить, когда кроны между ними 5 метров, 6. Когда кроны сомкнутся. Ну а сейчас придется мне открывать дверь. Я знал, что в гости приедут. Но не знал на сколько. Здравствуйте. К Сергею. К Сергею. У меня включена камера. Я снимаю фильм. Тут правда про цветение. И сейчас камера включена. Не испугались? Нет. Отлично. Проходите. Я даже немножко вам времени уделю. Кто меня не знает, ну-ка осознавайтесь. Ребята, знаю, были мы здесь у вас уже. Были? Как результаты первой поездки? У нас уже 13 или 14 лет растет абрикос ваш. Да вы что? Ага, еще раз покажите, глядя в камеру. Только бы не подумали. Першики наши. Ну у нас такие продаются мелкие там сейчас. Нормальные, вкусные. Ну только дерево уже все, оно уже погибает. Оно лет 17 же где-то растет. Это у вас. Ну да. Дело в том, что я снимаю как учебные фильмы. Сюда приезжали люди и говорят, у нас, ну, с Минусинского. Пойдемте, я не хочу ваше время снимать. Ну, в Красноярске у нас там холодно. О, для вас 17 лет это почти рекорд. Скажите, вам приходилось обрезать ветки просто так от нечего делать? Ну нет, которые трусы обрезали мы, да. Запомните. Я, я говорю, на камеру, поверьте, это учебный фильм. Его увидят сотни и тысячи, поэтому я вас использую. Откровенно говорю. Вот. Ну и вам пригодится на будущее. Я обследовал тысячи деревьев в своей жизни. Я на сотнях из них видел трущие ветки. Ни одна не погибла. Получается, знаете что? Мозоль на нем. Вот трусы, мозоль. Вот. А вы уничтожали деревья. Ни одной раны не должно быть на дереве. Ну да, может. Видите, как я умею ругаться. Может быть. Попались. Из этого, да. Из этого тоже. Приезжает Минусинец. А у меня это сад погиб. Ну не наш чужой. Деревья чужие. Сад погиб. Как? А мы теперь вот и узнали. Видите, я это. Холм. Вот он. Теперь-то мы знаем. Но я же все. Ямы в глубокий осадил. Поливать удобно. На холмике, наоборот, посажено тоже. Вы знаете? Кондель Орловский. Это для вас, наверное, приготовлено, раз вы приехали. Наверное, да. Амур. Вот. Должно быть пять. Пять. Тысяча пятьсот рублей. Это за что такое счастье? Я не знаю, что Серега. Какая шифра. Розмарин заказывает. Нет, это не наш. Ладно, тогда пойдем к ним. А я использую это как бы не нравишься рекламу. Что же видите? Еще я вас буквально две минуты. У меня вероятность такая. Настоящие садоводы, это те, кто покупает мои книги. Вот. И обычно это один каждый десятый. Каждый десятый вот это покупать. Каких-то полторы тысячи. Зато после этого уже и трущиеся ветки не трогали бы, и так далее, и много чего еще. Подумать. Матери подарю, давайте. Значит, для новичков вот это. Для тех, кто кончал вузы, такие, знаете, есть. Тут Нобелевская премия, вот в этой книге. Вот. Выбирайте. А это для новичков. Ну как новичков? Это антиклобия. Это вот сжатая. Там на одной странице будет два-три темы. Две-три темы. Вот. Можете даже открыть, полюбоваться. Вот. Я не знаю даже какую взять. Там, мать у нас того, опытная уже. Тогда обе. Обе. Каждые по полторы? Да. Каждые по полторы. Нет. Две мы не возьмем. Так. Не хватит. Ну смотрите. Это полторы, а это тысяча. Вот так бывало, что люди это подкупают. Стоит только цену сбросить. Ха-ха-ха. Что возьмем? Ну давайте возьмем, ну материчу подарок. А это подарок фирмы. Поверьте, даже этого достаточно, чтобы сад не загубить. Хорошо. Так, вот этот подарок обе берете? Ну давайте, да. Две 500. Так. Должно быть. У меня сегодня минус пять тысяч, поэтому я деньги пытаюсь вернуть. Ха-ха. Ну так бывает. Просто потерял. И вдруг вы приехали. Ладно. Так, теперь... Это тебе лично. Так. Вот маме будет, вам будет. Идем дальше. Ну теперь я только вас провожу. А садить будете опять в Красноярске? Да. Раз то дерево убили, значит будем новое. Ну не то, что или одну ветку отрезали, может не убили, но то, что принято отрезать заподлицо. Но гора начала лопаться уже прям пополам. Там много камень и течет. Камень трогали? Нет, ничего не трогали. Я просто думаю, что ему еще года два-три осталось. И даже не знаю, в том году... Да? Идем сюда. Ой, вы меня так... Смотрите. В том году, а в этом году даже цветение еще нет. Заменитое дерево. Фотографию с него украло больше ста плодопитомников. Вот с этого дерева. Еще замерьте тем, что приезжали к Красноярске телевидение, снимало его. Это два. Смотрите сюда. Казалось бы, оно должно быть мертво. Вот этот я всем показываю, вот этот ужас. Смотрите. Ну у нас так же примерно выглядит. Так дело в том, что оно так выглядит уже последние 15 лет. Смотрите сюда. И обратите внимание, цветы показать, смотрите. У нас еще, вот мы у вас едем, все распускается. У нас еще ничего не распускается. Трава только-только полезла. Листьев вообще ни на одном дереве нет, ни на каком. Вроде казалось бы, тут расстояние-то небольшое. Ну да, но посмотрите, у меня на абрикосах тоже листьев нет. Смотрите сюда. Еще вот это покажу и все отстану от вас. Или вот это. Во. Любуйтесь. Вы думаете, оно мертво? Смотрите на цветение. Вот оно свело. Внимание, черный абрикос. Диковина, видели? Цветы завязались, плоды завязались. Внимание. Ну вы же должны уже понимать, что завязались. Так. А теперь смотрим сюда. А вы говорите 2-3 года. Я собираюсь с ним еще... Оно меня переживет, 100% меня переживет. Так, Андрей. А это, говорят, не ихние. Здрасте. А чьи? А чьи? Не знаю, кого вы еще ждете кого-то видать. А вы откуда? В Красноярске. В Красноярске. Ну все равно вам, все равно вам туда идти, идемки. А мы думали дерево погибнет, но если не растет еще, значит будет расти. Я вам еще страшнее поездить дерево. Дело в том, что главный принцип не подходить, не трогать. Да мы уже боимся сейчас его трогать, если раз. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот-вот-вот-вот видите дерево, да? Как-то я еще по пути пара минут. Оль, скажи, мы тут приехали вот к Железу, скажи, что должно быть у нас. Не, сделали, только по-моему не нам, видимо. Три абрикоса, да, у нас должно быть. И две груши, да, вроде выбрали. Ага. Пойдите-ка туда. Ну, это я помню. А еще что должно быть? Пять же деревьев должно быть. А, это яблони, розмарин. Е-мое, блин. И яблони, розмарин, и яблони, кадриль. Да, есть там такое. Орловский, да, это и есть. Потом абрикос должен быть еще. Какой? Фаина. Так, а у нас должен быть королевский и еще какой-то, да? А, тоже фаина? Который крупный такой, да, там? Ну, все, найду сейчас. Да, найду сейчас, ага. Кому забираете? Это вековицкий. Там у вас... Нет, там одного что-то нет. Там два абрикоса подзаказывают. Ну, что-то говорят, четыре всего куста. Всего два абрикоса. Почему? Пять сказал. Ладно, я заканчиваю тогда этот разговор. Ну, вроде как. А, все, вы идите занимайтесь. Я тогда всем остальным хотел показать, почему они долго живут. Значит, я надеюсь, что они сейчас книгу прочтут. Идите сюда, пусть разбираются. Книгу вы прочтете, да? Вот. А в этой книге вы узнаете, что нельзя отрезать целиком вот эти ветки. Целиком нельзя отрезать. Он был бы давно мертв. Смотрите, живо. Вот это все, я их называю не просто ветки, а эти пни, я их называю пробки. Когда вот так отрезают, туда пошел мороз. А все остальное, страшная рана. Идите, я покажу. Страшная, жуткая рана. Она тоже не влияет. Вот, если вы поднимете голову вверх, вот, смотрите туда. Видите? Вот. И что получается? Получается следующее. А, вот тут сейчас страшная рана. Вот. Получается, что... Третья. 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 Продолжение следует...